Задавали красноярцы свои частные вопросы, но в основном интересовались городскими проблемами. Почему не чистят тротуары от льда даже в центре города и когда наконец наведут порядок в общественном транспорте? Эдхам Акбулатов говорит, работа идёт, уже сейчас многие предприятия обновляют автобусный парк, но проблем ещё много. Поэтому в администрации решили, право возить красноярцев нужно заслужить. С января автотранспортные предприятия будут участвовать в торгах. По мнению главы Красноярска, это поможет навести порядок на улицах краевого центра. Более 40 маршрутов, которые будут выставлены на торги. Требования к конкурсантам будут формулироваться таким образом, что мы будем учитывать статистику дорожно-транспортных происшествий по этому предприятию. Будут сформулированы требования в отношении подвижного состава. Если подвижной состав старый, либо разноформатный, то тоже это будет сложно победить в таких торгах. Также мэр заявил, несмотря на то, что бюджет следующего года будет жёстким, от своих обязательств город не отказывается. Но для реализации некоторых проектов будет привлекать бизнесменов. К примеру, для благоустройства городских территорий. Если мы научимся эффективно работать в режиме муниципально-частного партнёрства в 2016 году, я думаю, что дальше это даст нам возможность распределить бюджетные приоритеты на другие важнейшие для города задачи, которые необходимо решать. Проект платных парковок Эдхам Акбулатов признал успешным и заявил, что это неизбежность для любого современного города. А в 2016 году приступят к реализации следующего этапа проекта. А на вопрос, как бороться с машинами, которыми теперь забиты дворы в центре, ответил. Нужно ставить шлагбаумы, администрация поможет. Эдхам Акбулатов также рассказал, что подписал схему теплоснабжения Красноярска, в которой учли все замечания. Теперь её должны рассмотреть в Министерстве энергетики. Эта схема компромиссно учитывает интересы всех организаций, всех предприятий, что очень важно, жителей города, для того, чтобы мы могли в дальнейшем видеть перспективу устойчивого теплоснабжения нашего города. Теплоснабжение города – это вопрос безопасности города. В будущем подобная схема должна появиться и по электроснабжению. Сейчас муниципалитет работает над ней с сетевыми организациями. Также красноярцы интересовались, когда в городе можно будет дышать полной грудью и жаловались на постоянные выбросы в атмосферу. По словам мэра, сейчас воздух загрязняют не столько крупные предприятия, а мелкие кочегарки и асфальтовые заводы. Поэтому в городе заработала мобильная экологическая лаборатория. Это будет, по сути дела, мобильная лаборатория общественного контроля. Потому что решение, которое мы выработали сейчас, оно заключается в следующем. Лаборатория будет в одном из городских предприятий, но она может быть взята в аренду любой общественной организации, которая своей целью провозглашает борьбу с экологическими проблемами. Для того, чтобы потом в дальнейшем обратить внимание контрольных органов на необходимость работы по конкретному загрязнителю. Глава Красноярска также рассказал, что в этом году удалось почти полностью ликвидировать очередь в детские сады. Но в 2016-м эта работа продолжится. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости. Новости.